Валерий Сёмин Одна такая очаровательная девушка Высокая в красном Марина Селиванова Здравствуйте, Мариночка Здравствуйте Мы сейчас споем сначала песенку одну А потом ты представишь своих ребят Ладно? Какая будет первая песня? Песня называется «Любовь моя» О, давайте Как моя судьба распорядилась Повстречался ты на берегу Так и я сама в тебя влюбилась Жить теперь одна я не могу А любовь моя к тебе не растает Не сожжет огонь, не вынцушит жара А любовь моя, как звезды сияет Ты же моя радость, ты моя беда А гармошка тихо раздается Слышу голос твой, а в тишине Сердечко сердце мое бьется И душа летит опять к тебе А любовь моя к тебе не растает Не сожжет огонь, не вынцушит жара А любовь моя, как звезды сияет Ты же моя радость, ты моя беда А любовь моя к тебе не растает Не сожжет огонь, не вынцушит жара А любовь моя, как звезды сияет Ты же моя радость, ты моя беда А любовь моя к тебе не растает Не сожжет огонь, не вынцушит жара А любовь моя, как звезды сияет Ты же моя радость, ты моя беда Мариночка, представь, пожалуйста, всех своих мужчин, которые рядом играют с тобой Андрей Матвеев, балалайка Евгений Рульков, соло-гитара Юрий Щелчков, бас-гитара Идем дальше Михаил Трегубов, барабаны, ударные инструменты Аганес Казарян, дудук армянский Ой, какой кайф И Александр Давай свою фамилию громкую Суняйкин Суняйкин Слушай, ух как ты Слушай, а у меня так не получится Так, начинается безобразие Батл, батл Слушай, а мне так понравилось Такое ощущение, что здесь группа Золотое кольцо Реально, да? Нет, нет, а правда Знаешь, вот дух такой, дух хороший, народный Несмотря на то, что у вас инструменты все с какими-то примочками Я думаю, что нам Андрюша сегодня продемонстрирует свою балалачку Саня нам продемонстрирует еще свой электронный рованд Потом товарищ Аганес, да? Который на настоящем дудуке Есть вообще редкость такая Да, это большая редкость Слушай, Марин, ты у нас одна женщина Поэтому я с тобой буду сегодня разговаривать больше, чем с ребятами Да, конечно, зачем с ними разговаривать? Скажи, пожалуйста, ты у нас с Сибири, да? Я с Алтая Алтайский край Вообще у нас такая традиция Вернее, не то что традиция А приметы есть Если кто побывал в этой студии Тут становятся звездами Серьезно? Я буду счастлива У нас была девушка одна Она уже так Недавно совсем была Она уже такая Елена Ялсакова Которая тоже из Барнаула Но она из Бийска Из Бийска Вообще в Сибири хорошие девчонки Талантливые Ты сама пишешь песни, да? Я сама пишу песни Ну и сотрудничаю с другими авторами Вот, ну в основном Сегодня мы будем песни Мои песни И две композиции Будут Наталья Берег и Андрей Якимова Ну это правильно Чем меньше авторов Тем в РАУ меньше отчислений Именно, да Вот Слушай, а вот откуда Я всегда спрашиваю Нет, когда вот у нас Женщина одна, девушка Да, да, да Я с ней так беседу Мы свет вообще выключаем Оставляю так И такой А я тебя хочу спросить Откуда берутся вот У тебя тексты, музыка? Ты одновременно пишешь Или, например, сначала музыка Потом слова? Я всегда вот говорю Мы с ребятами Готовили сексуальному концерту Да В мае И что-то мы вот Думали-думали Может быть что-то переделать Какой-то тупой аккор Какие-то слова Что-то как-то вообще Помнишь? Миша Помнишь И да, и Миша мне что-то сказала Я говорю Миша, ну я не виновата У меня оттуда приходит это все Поэтому что Боженька дает Тем и пользуемся Не, ну а Не, понимаешь, вот некоторые Композиторы, поэты Я знаю, их должно что-то вдохновлять То есть либо ты повстречала Нового человека на своем пути Либо в старого Повстречала и влюбилась вновь Ну какие-то Ну что-то Расскажи Ну это и то и другое То есть бывает и такое Бывает и то, что какой-то стимул Я понимаю, что Так хочу сочинить песню Вот любовь моя я сочинила тогда Когда мне очень хотелось что-то сочинить Я прям безумно У меня повстречалось с людьми Которые на меня Большое впечатление воспроизвели И я ехала в машине от них В пробке Вот Где это было? В Москве? Это было в Москве, да Ну знаете, да, какие большие пробки в Москве Конечно Не, мы не знаем И я еду И мне прям приходит Вот этот текст с мелодией И я напеваю, напеваю, напеваю И потом на диктофон записала Ехала как раз со своей подруги И потом я к ней уже приехала С готовым музыкой С готовым текстом Я говорю, послушай, пожалуйста, ты как? Она такая, классно Записывай ее Ну и мы ее записали Не, молодцы Слушай, Андрюша, я к тебе хочу вот обратиться У нас на самом деле живой эфир такой И у нас происходят чудеса У нас у гитариста тут же струна лопнула Потому что он слишком так Яро играл Яро играл Но у нас все как Все по чесноку Поэтому пока вот человек меняет струну У нас на концерте, кстати, тоже была лащенька Бывает струна лопнет И вот приходится петь песни Поэтому, Андрей Вот я знаю, что ты играешь на клавишах На балалайке Вообще-то такое Сочетание как необычное, да? Обычно балалайшники только на балалайке играют А тут ты на клавишах И у тебя балалайочка с приколами Покажи, вот продемонстрируй Радиослушатели, дорогие Кто нас сейчас слушает Программу гостя на радио «Наш Подмосковье» Вы, конечно, своим ушам не поверите Но кто нас смотрит Тот может убедиться У Андрея вот такая вот примочка Роланд синего цвета Какая-то там ГР-55 Вот Стоит она недорого Неважно Ну как она звучит? Вот посмотрите На балалайке чудеса какие Семьсот евро Ха-ха-ха-ха Давай «Дипёрпл» заграли О! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok О! Это радио «Подмосковье» посвящается Субтитры сделал DimaTorzok Вот смотрите Вот смотрите Дорогие друзья Вот смотрите Мы не репетировали Просто душа душу она чувствует Музыканты Если они хороши Они могут прям без репетиции Вот так вот сыграть А тем временем у нас гитара настраивается Струна меняется И сейчас Саша покажи вот теперь свой инструмент Марина Вот если бы у нас струна не лопнула То мы бы пели песни А вы видите, мы покайфовали, потому что... Саш, ну скажи, что это там за инструмент вся? Вот, это Роланд. На самом деле сейчас гармонист. Вот Игорь Шибков, который здесь был в программе, из Питера, он недавно купил себе гармошку и вставили вот такую, какие-то туда приблуды такие иностранные. И она у него звучит, как оркестр. Это из мультика, из какого, да, по-моему? Успит. Яролаш, а. Надо Грачевскому передать эту запись. Может, он нас у всех возьмет туда сниматься в качестве актеров. Итак, Марина Селиванова, группа ЛАД на радио «Наша Подмосковья». В программе Валерия Семина гости. Следующая песня у нас называется «Только ты». И там будет использован инструмент один, да? Да. Ах, пырджан, цавы таным. Сыграй нам, пожалуйста, на дудуки. Я вот, клянусь, я когда слышу этот инструмент, у меня внутри все прям вот не знаю. Я думаю, что у всех армян и не только армян, да? А потом мы поговорим про фестиваль, который в вашей команде участвует, дудукисты и так далее. Неважно, как он называется. Давайте сначала послушаем песню, которая называется «Только ты». Марина Селиванова и ансамбль группа ЛАД. Марина Селиванова и ансамбль группа ЛАД. А завтра не сможет узнать. Сегодня все в доме растает, А завтра уже не сказать. Какое наивное чувство, Как будто все будет окей. Уже все не будет, как раньше. Дождем, милый Божий, согрей. Ты, только ты. Ты, только ты. Зачем, почему, кому надо? Забыла устой и права. Как горький кусок шоколада. Я падаю до самого дна. Тебя больше нет и не надо. Не вечно же мне выживать. Осталась одна, как сначала. Я буду тебя вспоминать. Ты, только ты. Ты, только ты. Субтитры сделал DimaTorzok 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 школу дудука, вот для таких, кто хочет научиться. Поэтому можно прийти, взять дудук, вот у нас ученики учатся, допустим, один год, работают бухгалтерами, кем-то, охранниками, да, всем кем угодно, и уже выступают на большом сцене. И особенно бухгалтеры, знаешь, почему? Потому что они берут в руки дудук и начинают играть, и все деньги к ним прилипают. Как кобра такая, как кобра, ха-ха. Вот. Итак, следующая песня. Мы потом поговорим об фестивале, который замечательно в Москве проходит, который недавно был в сентябре, да, в конце? Вот, в это воскресенье, да. Вот. Ну, в это воскресенье-то люди будут смотреть это через несколько лет, может быть, поэтому они подумают, что это в прошлое воскресенье, а мы вот профукали, сиди дома. Вот. А сейчас песня, которая называется «Высочество», да? Да. Давайте. Автор Наталья Берек. Начинаем. «Высочество». Ты со мной обращался на «вы», называя меня «высочество». Посвящал мне поэмы, стихи, все не было моим пророчеством. Ты любил, но любил не меня, был со мною, ты просто ласковым. И печально горит звезда, все мечты оказались сказками. Высочество, высочество, ты называл меня в глазах твоих Крустальный любовь в глазах твоих зимах. А я мечтала, чтоб для нас с тобой горел закат. Любовь такая горькая, но сладок ее я. Любовь такая горькая, но сладок ее я. Я зажгу восковую свечу, ее тень на стене мне танцует. Плаве гаснет на сильном ветру, стройкой дыма твой образ рисует. Таит медленно небе следа, от нее на холодной стеке. За щеки вдруг упала слеза и исчезла в глубокой реке. Высочество, высочество, ты называл меня в глазах твоих Крустальный лед, в глазах твоих зима. А я мечтала, чтоб для нас с тобой горел закат. Любовь такая горькая, но сладок ее я. Валерий Тюмин А я мечтала, чтоб для нас с тобой горел закат. Любовь такая горькая, но сладок ее я. Любовь такая горькая, но сладок ее я. Любовь такая горькая, но сладок ее я. Вау! Марина Селиванова и группа ЛАД. Песни у Мариночки, как я так заметил, они пропитаны, так сказать, то такой безудержной радостью, то горем. Вот где в тебе сочетается, вот в твоей, хотя ты хотел сказать, в такой маленькой, в такой красивой, очаровательной, стройной женщине, где в тебе сочетается, вот откуда берется вот эта, как сказать, и тоска какая-то, вот так и хочется шапку скинуть иногда, их, танцевать. Ну правда, откуда? Ну, я думаю, что все-таки из жизненного опыта. Так ты еще вроде юная совсем. Ну, было по-всякому в жизни. Это как в том анекдоте. Потрепала тебя, доченька. Потрепала меня, батюшка. Потрепала, да. Ну, не сказалось, что прям потрепала, но было на что опираться, и поэтому, когда я пою свои песни, я опираюсь на свою жизнь. Знаешь, так и хочется спросить. А сколько ты замужем-то была? Арина. Не была я еще замужем тоже. А зачем кольцо-то вручальное носит? Это для красоты. Это отмазка, 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 отмазка такая, да? Так, дорогие радиослушатели, Марина Селивана у нас, так сказать, очень творческая, свободная женщина. Муж будет смотреть, я замужем. Так я же тебя спрашиваю, так скажи. Замужем, да. Вот, вот, так и надо говорить. Первый раз. Первый раз, да. Первый, последний раз. Виталик зовут, мы знаем, мы знаем, Виталик зовут. Виталик, 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 тебя повезло, потому что у тебя очень красивая жена, очень красивая жена. И, наверное, ты вот с каждым разом, когда смотришь, открываешь в ней все новые и новые какие-то эмоции, чувства. Потому что, вот, я говорю, вот в такой очаровательной женщине сочетается такое ощущение, что человек прожил действительно какую-то такую суровую жизнь. И вот, знаешь, в тебе что-то, настоящность какая-то есть. Вот правда. Спасибо. Вот во всем в песне. И реально, потому что начиная с первой песни, как понеслось, так сразу такая, эх, хочется сплясать. Давай сейчас еще одну песенку споем, а потом поговорим все-таки о фестивале. Следующая песня называется «Мой старый друг». «Мой старый друг» посвящается всем друзьям, которые, я думаю, что, может быть, даже он один, но у каждого есть. Может быть, даже вы с ним не общаетесь, так сложилась судьба, но в душе он у вас составил большой след. Вот это для этого друга. Нарисуй мой портрет, ты же помнишь меня, интересно, и скинь по e-mail. Я другая уже, как другая страна, и твое хочу воображение. Получила письмо, открываю альбом, что же вижу, не верю глазам. Отражение свое, ты увидел его, ты по голосу все разгадал. Мой старый друг, ты знаешь все на свете, ты первый, кто мне дружбу показал. Мой старый друг, как небо на рассвете, Душа твоя светла, как в роднике вода. Приезжай поскорей, всем годам вопреки, Мне так важно, что было потом. Расскажи, как живешь, кого любишь и ждешь, Про детишек и отчим свой дом. Никогда не забыть наши детские дни, Как мы жили и вместе росли. Босиком по траве разбежались и где, Но друг друга мы все же нашли. Мой старый друг, ты знаешь все на свете, Ты первый, кто мне дружбу показал. Мой старый друг, как небо на рассвете, Душа твоя светла, как в роднике вода. Мой старый друг, ты знаешь все на свете, Ты первый, кто мне дружбу показал. Мой старый друг, как небо на рассвете, Душа твоя светла, как в роднике вода. Душа твоя светла, как в роднике вода. Душа твоя светла, как в роднике вода. Марина Селиванова и группа «ЛАД» в программе «Гости» на радио «Наша Подмосковья». Марина, вот ты сейчас так спела, И в конце мой старый друг так приложил щеку к стойке микрофона, Так вошла в образ окончательно. Вошла. Слушай, клевая какая песня. Кто написал? Я. Твоя, да? А можно мы дуэтом споем? Можно. Давайте. Я буду счастлива. Да, давайте. Ну дай бог. Обещает. Ты обещанного три года ждешь. Со споем. Я хотел все-таки поговорить. Знаешь о чем? Вот в каком году фестиваль, который проходил в Москве, Вот связанный с дудуком, Кто его придумал? И в каком году он начался? Организаторы. Вот Аганес Казарян, Сурен Багдасарян и я, собственно. И Марина Селиванян. 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 Марина Селиванян. Казарян. Вот. Фестиваль первый прошел 30 апреля, правильно? 30 апреля 2014 года в Культурном Совете Москвич. Мы собрали лучших дудукистов России и те, кто живет на территории России. А Гаспарян тоже приезжал? Гаспарян, он же не на территории России. Он живет в Армении, в Америке, то есть в разных странах он ездит, гастролирует. А в том году мы сделали только фестиваль из самых лучших дудукистов России. В этом году мы, конечно же, уже растем. Наш проект называется «Дудукист». И мы провели его 27 сентября в Театре Эстрады. Да. И мы собрали лучших дудукистов уже мира. Всего мира. То есть очень много приехали из Армении. Джован Гаспарян должен был быть. То есть мы его заявляли. Но, к сожалению, у него случилось в семье горе. Вот. У него покинула жена. Ушла из жизни. И поэтому отменил все свои концерты. Ну, на самом деле, зрители поняли. Они понимающие оказались. Мы поддержали, ну, пожелали Джовану Гаспаряну сил. Вот. И выступали, на самом деле, три заслуженных артиста Армении. Да? Геворг, да бы... А, господи, что я говорю? Гагик Малхасян. Камосираня, да? Пусть он лучше скажет. Да, у него лучше. А то Гагик обидится. На самом деле, у нас выступали 15 музыкантов. В общем плане, вот. Были заслуженные артисты Армении. Концерт прошел очень высоком уровне, потому что зрителям, во-первых, концерт для самого главного, чтобы зрителю это понравилось. А вот уже второй день после концерта мы слышим, то есть зрители, какие отзывы для нас. То есть, организация была в высшем уровне. Это, слава богу, Марина, Сурен Багдасарян и чуть-чуть я. Чуть-чуть. А все говорят в Армении. Мы забыли, мы забыли самое главное. Мы забыли, Георгий Минасов к нам приехал сам мастер, ему 86 лет. Он вообще просто самый, я бы сказала, наверное, гениальный. Ну, конечно, Джован Гаспарян, не преклоняюсь, потому что он прославил все-таки армянский дудук. А Георгий Минасов, он издал учебное пособие, по нему учится весь мир. Он создал дудуки, да, разные. Создатель школы дудука. Создатель школы дудука, да. И мы, конечно, прямо счастливы. А вот понятие дудукист, это человек, играющий на дудуке. На дудуке, да. Есть байнист, есть баллаешник, а есть дудукист. Вот, аганес дудукист у нас. Слушай, ну вот за последние годы как-то, наверное, благодаря вот вам, да, что сейчас вот это популярно стало в Москве. Вообще дудук это инструмент международный уже стал. То есть он как человеческий голос, это, не знаю. Очень похож на человеческий голос. Крик армянского народа, душа армянского народа. И как хорошо, что вот благодаря вот как бы вашей команде вплетается действительно и русский инструмент, и баян, который уже совсем не русским стал, а каким-то придуманным японцами, вот Ролландом, да, фирмой. И настоящий баян, и дудук, все это как-то... В Италии хотя написано. Нет, смотри, вот этот баян, который у тебя, этот инструмент японский, но фабрика по производству находится в Италии, где недалеко от города Кастельфидардо. Уже сказали, закрылись этого года, в Китае будут производить. Ну, в Китае, и дудук скоро в Китае начнут делать, наверное. Не могут, не могут. Почему? Потому что, объяснил, до сих пор вот японцы не могут сделать чистый звучание дудука, чтобы синтезирование было. До сих пор они не могут. А я знаю, кто сделал. У меня есть сэмплы, могу тебе сказать, можно скачать в интернете. Мы готовы послушать. Нет, это, то есть, обычный человек слышит, понимает, что дудук, а когда профессионал слышит, сразу скажет, что это не настоящий дудук, а это сэмплер. Понятно, вот у нас такие дебаты пошли уже по сэмплированию дудука. Нет, сейчас техника позволяет сделать все, что угодно, но могу сказать, что ни человеческий голос, ни любой живой инструмент никто не заменит, потому что это душа. А душа, она либо есть, либо ее нет. Вот в тебе есть эта душа. Марина Селивана, группа ЛАД, в нас, конечно, есть. Спасибо. Давай сейчас следующую песню, которая называется «Целое небо любви». Автор Андрей Якимов. Я выступала с этой песней в Германии. Заняла третье место. Конкурс шансона. Фестиваль «Русская душа». Владимир Тисин, огромный привет и большое спасибо. В общем, «Целое небо любви». Поехали. Грустно в зеркале видеть себя. Грустно, когда не знаешь, почему. И откуда внезапно свалились нелепые мечты. Я понимаю, что я не она. Я понимаю, виновата сама. Наигралась дура. Выхожу из игры. Только в маленьком счастливом сердце Тлеет огонек, желая разгореться. Я хочу два моря поцелуев. В океан счастья и целое небо любви. Я не жду, но, кажется, ревную. Зная, что другую обнимаешь ты в ночи. Надо проснуться, чтоб кончились сны. Кофе сварить со вкусом слезы. Вспоминая, как будила, целуя глаза. Эти мгновения ночи и дни. Прикосновения, руки твои. Память стирай я, стирай у себя. Только в маленькой частице сердца Тлеет огонек, желая разгореться. Я хочу два моря поцелуев. Два океана счастья И целое небо любви. Я не жду, но, кажется, ревную. Зная, что другую Обнимаешь ты в ночи. Я хочу два моря поцелуев. Два океана счастья И целое небо любви. Я не жду, но, кажется, ревную. Зная, что другую Обнимаешь ты в ночи. Я хочу два моря поцелуев. Два океана счастья И целое небо любви. Я не жду, но, кажется, ревную. Зная, что другую Обнимаешь ты в ночи. Марина Селиванова, Джан. В программе гость. Валерия Семина на радио «Наша Подмосковье». Дорогие друзья, вот прям чувствуется такое, знаете, школа, школа. Соломона Кляра. Нет, хотел спросить, в каком году ты родился? Не буду, у женщин не спрашивают, потому что как неудобно. Да я не стесняюсь. Ну тогда скажи. В советском? В 1953 году. В каком? В 1953? В 1953. Да ладно, я пошла. В 1986. Как раз, я думал, Сталин умер 53 в апреле. Это моя мама 53 в апреле родилась. И мужики так посмотрели, все это нифига себе. Нет, самое главное, смотрите, дорогие друзья, вот в этой очаровательной женщине, вот в ее хит... Ты знаешь, что песни хитовые? Да. Девушка. Песни хитовые. Я знаю. И вот чувствуется так, как Вячеслав Добрынин писался, помнишь, там это... Не сыпь, не соль на рану. Вот сразу запоминается вот это. Я хочу! Два моря поцелуя! Я хочу! Я хочу, главное все. Ну понятно, что ты хочешь. Я хочу! Не, молодец, молодец, Маджи. Сегодня такое настроение. В этой звездной студии радио «Наша» в Подмосковье Марина Селиванова, группа «Лад». А почему «Лад» с этим, с твердым знаком? Чтобы так точно сказать? Ну это да, по-русски. На Руси, да? Чтобы закрепить. Типа «Ладно». «Лад» — твердый знак. Всегда, чтобы было твердо. В смысле? Знак твердый был. Сладко и «Ладно», да? Что я несу. Короче, «Лад» — настоящий мужчина, и поэтому твердый знак на конце. Влад? Слушай, следующая песня, следующая песня, которая стоит в вашем сегодня репертуаре, это песня «Мамуля», да? «Мамуля», да. Это она тоже с армянской все связана, да? Нет, мама у меня русская, эта песня посвящается ей. Но она с армянским дудуком будет, да? Она с армянским дудуком, и, конечно же, посвящается всем мамам, а мамы бывают и китайские мамы, и японские, и армянские, и так далее. Нет, мама Джан, она всегда... Мама Джан. Дай Бог здоровья всем мамам, которые живы, и которых нет, надо за них молиться, потому что когда они уходят... Вот у меня мама ушла два года назад, я знаю, что она мой ангел-хранитель, поэтому всем мамочкам эта песня посвящается. Поехали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Каждый день не похож на другой, каждый день без тебя темнота, мне не жаль этих прожитых дней, жаль, что были они без тебя. Жаль секунды, минуты в разлуке, как же глупо тебя оставать, ведь на целой планете. Мама, мне роднее тебя не сыскать, моя родная, милая мама. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Внизной мы тихо плачем в трубку, и мне себя никак нельзя простить. Ты жди, ведь я приеду, мама. Мне трудно без тебя на свете жить, Я обниму тебя и стоя на пороге Раскаюсь в том, что часто не пробила Что выбрала нелегкую дорогу И криво медленно по ней пошла Ведь ты всегда мне говорила, мама Что нет роднее дома своего Что там к своей груди прижмешь, мама И станет тихо, мирно и светло Моя родная, милая мамуля В глазах твоих и боль, и тишина Смиренно ты идешь по кругу В котором лето, осень и зима И снова дико плачем в трубку И мне себя никак нельзя простить Ты жди, ведь я приеду, мама Мне трудно без тебя на свете жить Весная, милая мамуля, В глазах твоих и боль, и тишина. Смиренно ты идешь по кругу, В котором лето, осень и зима. Весной мы тихо плачем в трубку, И мне тебя никак нельзя простить. Ты жди, ведь я приеду, мама, Мне трудно без тебя на свете жить. Мне трудно без тебя на свете жить. Мне трудно без тебя на свете жить. Марина Селиванова, ансамбль «Лад» в гостях у Валерия Семина на радио «Наш» в Подмосковье. Ой, дай Бог здоровья, еще раз говорю, мамочкам всем, кто жив, а кто уже на другом свете, за тех надо молиться, и они о нас позаботятся. Ой, слушай, а что ты заканчивала, Марина? Сначала я закончила Барновольское музыкальное училище, факультет хоровой дирижирования. По стопам Елены Ваенги, то есть вообще хоровики, молодцы, и баянисты, и гитаристы, вообще хоровики. Ну, потом приехала в Москву с целью получить образование. Да, у меня была мечта создать академический хор. Я пыталась, ну, в общем, я поступила в Московский университет культуры и искусств, тоже на хоровика, закончила его. Это культ про свет, который? А-а-а! Учение свет, не учение культ про свет. Ну, да. Вот, там же закончила звукорежиссуру два года, дополнительное образование. Ну, в общем, много чем интересовалось на протяжении этих моих учебных годов. А сейчас ты слышал, ты что-то на радио ведущего хочешь? Нет. Подсидеть мне тут. Нет, я, кстати, когда училась, я как раз закончила университет и пошла ради того, чтобы просто узнать, как это. Потому что мне так стало интересно ведущим быть. Это, по-моему, самое высшее. Поэтому вам поклон. Ну, я знаю. Нет, это вообще мне просто нравится. Она юбилеи праздники проводит, у нее опыт есть в этом, она знает. Не раскрывай мне тайны. То есть тамада еще, да. Давай вместе работать. Тамада-баянист и тамада-ведущий. Нет, а что делать? Сейчас такое время, сложно, не легче. Конечно, кризис. Выживаешь как можешь, поэтому я с удовольствием работаю на этом мероприятиях. И мне доставляет это большое удовольствие. И я, конечно же, стремлюсь только петь. Но вести праздники, переживать с юбилярами, молодоженами, это для меня большой кайф и большая честь. То, что вообще меня выбрали. Она еще и с Вахой еще работает. Было, было. Как там, 8900 там, какой номер там сразу? Марин, слушай, а вот у нас ребята сейчас без микрофонов, ну кроме Аганеса и Саши. Вот расскажи или дай ему микрофон, где кто учился? Андрюх, где ты? Расскажи. Я передаю микрофон Андрюхе. Я в музыкальной школе учился. На Абгэсе причем. Потом училище музыкальное. Где? В консерватории. В город какой? В Новосибирск. О, Новосибирск. Все сибиряки, вообще все сибиряки. Кроме Аганеса, да. Он тоже сибиряк. Он больше почти. В Армении, в Сибири тоже армяне живут, да? Армяне везде живут. Они везде живут. Дай микрофон. Женя, Женя тоже сибиряк. Где учился? Новосибирск. Так. Ну понятно все. Ну понятно, что да. Мафия приехала сюда, Новосибирск. Так, Юра, ты учился. Где? Все в Новосибирске. Юра, ты на баяне играешь, да? Вот смотрите, баянисты, народ плечистый. Только на всем, в чем хочешь, играют. На гитаре, на баяне. Даже Владимир Иванович Федосеев, дирижер, между прочим, народный артист Советского Союза. Дирижер оркестера. Гордимся им на барабанах. Миш, ты где учился? В Новосибирске. Понятно. А встретились в Москве, представляете? Аганес, а ты тоже в Новосибирске учился, нет? Хотя он просто не поступал. Слушай, а ты в Армении где? Ты был в Ичмеадзине, да? Да, конечно. О, я там тоже был, поэтому спросил. А ты где живешь? В Ереване, да? Нет, Леннакан. Бывший Леннакан, сейчас Гюмри. Ты там учился, да? Я в Ереванской госконсерватории учился. Передай привет по-армянски, скажи что-нибудь. Парабцетсидель жоу, цех кянки мернем. О, как это? Саша, а ты где учился? Тоже в Новосибирске. Там же. Понятно, Новосибирске. Изначально на Дальнем Востоке, в Благовещенске, а потом уже. Я хотел спросить, связано ли вас что-нибудь с Подмосковьем? Но сейчас спрашивать не буду, потому что я понял, что пока ничего не... Связано, связано. А, уже связано? Живем, да. Мы, когда приехали сюда в Москву, мы жили в Красногорске. Так. Начинается с Подмосковью. Конечно, конечно. У нас прикольно, смотрите, Красногорск, это Подмосковье, то есть выехал, да? А вот, например, Химки, надо 20 километров... То есть не Химки, а Зеленоград. Или как это? Ну да, туда, в ту сторону. Тоже Москва считается уже, представляешь? Да. То есть надо отъехать сколько-то, а там Москва. Вообще интересно. Женька оттуда, он, кстати, Зеленоград. Да. Так, у нас следующая песня. Мальчик мой, кому посвящена, рассказывай. Что за мальчик? Всем мальчикам, красивым мальчикам всем. Ты не обманывай, ты скажи честно, какому мальчику, фамилии и имя скажи. Мальчикам всем посвящается, от всех девочек. Красивый, да? Что вы меня разводите? Мальчикам всем посвящается, от всех девочек. Всем красивым мальчикам, которые сводят с ума всех девочек. Давайте, давайте, давайте. Начинайте. Речной аэропорт Рейс задержали Лечусь по нею Не знаю почему Глаза чужие я Не замечаю И только белое крыло От самолета поплыло В небо Тебе Я мечтаю о тебе Мальчик мой Забери меня к себе Будь со мной Забери меня с собой Там, где море и прибой Там, где чайки белые Над водой Наш бой приняла Земля чужая И по прилёту вдруг Я встретила тебя Зелёные глаза Успитывали И губы сладкие твои Терзали мы Терзали мысль Да крапив О, Боже Что со мной Я мечтаю о тебе Мальчик мой Забери меня к себе Будь со мной Забери меня с собой Там, где море и прибой Там, где чайки белые Над водой Вечерный ресторан Огни на крыше И ты бежишь ко мне К окна моя В песню о любви Ты не услышишь Со сцены я тебя ищу Всё никак не нахожу Где ты Я жду Я мечтаю о тебе Мальчик мой Забери меня к себе Будь со мной Забери меня с собой Там, где море и прибой Там, где чайки белые Над водой И только глаза закрываю Я сразу тебя представляю Я сразу тебя обнимаю Го-го-го-го-го Я мечтаю о тебе Мальчик мой Забери меня к себе Будь со мной Забери меня с собой Там, где море и прибор Там, где чайки белые над водой Я мечтаю о тебе, мальчик мой Забери меня к себе, будь со мной Забери меня с собой Там, где море и прибор Там, где чайки белые над водой Там ведь чайки белые над водой, там ведь чайки белые над водой. Программа подходит уже к концу, еще одна песня осталась, и у нас по традиции каждый гость должен сказать добрые слова в адрес наших радиослушателей и тех, кто нас смотрит, вот все что угодно пожелать, здоровья, счастья, в общем все что хотите, а человек, который из другой национальности, он должен по-армянски сказать так, обязательно, но до тебя очередь попозже дойдет. Андрей, давай, дайте микрофон человеку. Всем здоровья, главное, любите друг друга. Туда смотри, в эту камеру. Всем здоровья, любите друг друга. А привет передай, в Новосибирск. А, в Новосибирск даже такое возможно, возможно такое. Новосибирск, привет всем, кто меня знает. У нас же как поле чудес почти. Много лета еще. Дальше, Жень, давай. Здоровья, счастья, успехов в работе. Всем новосибирцам приехать отдохнуть в Подмосковье. Во, вот, клево, клево. Кстати, в Подмосковье очень много. Я куплю тебе дом. У пруда в Подмосковье. Хорошее настроение всем. Всем в Сибири привет. Вот такие немногословные музыканты. Миша, давай. Счастья, успехов. Вот так. Аганес, тебя сначала по-русски два слова, а потом по-армянски можешь много говорить. Самое главное здоровье и счастье. А теперь по-армянски скажи, красиво что было, как песня что была. Это вот, а радио Подмосковье было, что такое? Длинная, длинная жизнь, что у вас радио работало. Радио Каянын? Радио Подмосковье, ваше. То, что был такой, что долго-долго работал. Красиво, радио Каянын Подмосковье. Спасибо, спасибо. Цавэтанам Ахбеджан. Мерси Ахбеджан. Давай. Теперь Саша. Самое главное всем родителям, у кого они есть, все живые, всем здоровья, всем благо. Ну а молодежи, что пожелать. Здоровья во все органы и денег во все карманы. Много айфонов. Не, айфонов не надо. Спасибо, Саша. Это был человек-баянист, мой коллега, с хорошей прической. Никто не смеется, наверное, все привыкли уже. Вчера, кстати, такой случай был. Ты вчера подстригся, да? Контрабасист говорит, я вот так в детстве, говорит, волосы накручил, они длинные были, и выдергивал. Слушай, так я говорю, получается, я в детстве все их выдернул, что ли? Так, спасибо. Марина, из тебя несколько слов хороших. Смотри в камеру. Есть такая песня «Есть только миг». Она является одной из самых любимых песен. И я хочу пожелать всем людям, чтобы они ценили каждым своим мгновением, жили не прошлым, не будущим, а вот то, что есть сейчас. Не знаю, смотрели и видели во всем что-то хорошее, счастливое. И я сейчас на самом деле нахожусь на радио «Наша Подмосковья» Валерия Семеновна и наслаждаюсь этими мгновениями. И хочется, в общем, пожелать всем людям вот этих мгновений счастливых как можно больше. Марина Селиванова, группа «ЛАД» на радио «Наша Подмосковья» в программе Валерия Семеновна гости. Я хочу пожелать всем здоровья, счастья и, самое главное, любви. Итак, песня какая? Ты мое счастье! Ой, 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 ой. С тобой мы встретились весной, Свела сирень и заливались птицы. Ты мне сказал, пойдем со мной, И я смогла уже тогда влюбиться. Горил тут пламенем закат, И соловьи нам подпевали тренью. В твоих глазах я наугад, Защивав добрый, шуткий взгляд, Все прочитаю без сомненья. Ты мое счастье, ты моя жизнь, Солнышко лучше, глаза твои. Все, что святого, есть на земле, Все это милый, только тебе. Ты мое счастье, ты моя жизнь, Солнышко лучше, глаза твои. Все, что святого, есть на земле, Все это милый, только тебе. За чувства нежные твои, Благодарю тебя душой и сердцем, За то, что мир святой любви, Ты прятрил мне потайную дверцу. Люблю тебя и вся горю, Друг другу мы подарены судьбою. С тебя я всю тебе дарю, И всем подругам говорю, О том, как счастье были с тобою. Ты мое счастье, ты моя жизнь, Солнышко лучше, глаза твои. Все, что святого, есть на земле, Все это милый, только тебе. Ты мое счастье, ты моя жизнь, Солнышко лучше, глаза твои. Все, что святого, есть на земле, Все это милый, только тебе. Ты мое счастье, ты моя жизнь, Солнышко лучше, глаза твои. Ты мое счастье, ты моя жизнь, Солнышко лучше, глаза твои. Все, что святого, есть на земле, Все это милый, только тебе. Ты мое счастье, ты моя жизнь, Солнышко лучше, глаза твои. Все, что святого, есть на земле, Все это милый, только тебе. Только вам! Спасибо! Это кто там? Гости! Программа Валерия Семина.